В Сирии при содействии российских военных удалось освободить из плена два десятка мирных жителей. 16 женщин и четверо детей были захвачены террористами во время недавней кровавой резни в деревне Зара. Теперь они в безопасности, хотя домой вернуться пока не могут. Там продолжают хозяйничать боевики. Беженцев приютили в соседнем селе, куда наша Миноборона как раз привезла рекордную партию гуманитарной помощи. Репортаж Дмитрия Зайцева. А не устали от войны, с портретами своего президента жители небольшого сирийского села выходят на главную площадь. Так здесь приветствуют правительственную армию и российский гум-конвой. Представители российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии привезли в этот населенный пункт рекордное количество гуманитарного груза. Кроме уже привычных продуктовых наборов, сегодня всем нуждающимся раздавали еще и хлеб и муку. Вереница Камазов, рискуя попасть под обстрел, прибиралась через горные перевалы в этот осажденный боевиками поселок Аля Мейн. В провинции Хама. Две недели назад в соседнем селе Зара было сорвано перемирие. Запрещенная группировка Джабхата Нусра напала на местных жителей и устроила кровавую расправу. Они начали ровно в 4 утра. На нас посыпались ракеты, снаряды. Ужас, что творилось. Люди бросали свои дома и убегали басыми. Но некоторым не повезло. Их догнали боевики и казнили. 60 человек из числа местных были убиты. 30 террористы взяли в плен. Сейчас Зару полностью контролируют боевики. Те жители, кому удалось бежать, нашли временное пристанище здесь. В Аля Мейн. В 10 километрах от своих разрушенных и разграбленных домов. Российской стороне удалось убедить боевиков отпустить женщины-детей. 20 человек спасены, но переговоры продолжаются. Сапхия ждет весточки от своей сестры. Та до сих пор в заточении. Ни предложений о выкупе, ни угроз расправы от боевиков не поступали. В этом доме лишь ждут, надеются и верят. За 5 лет войны мы потеряли все, когда в наш поселок вошли боевики. Пришлось оставить свой дом и бежать к родственникам в Хомс. Затем вернулись к себе и снова были вынуждены бежать. У меня был инфаркт. Думала, умру во время операции на сердце. Недостроенный коттедж в семью Хатуш поселили знакомые. Ютица приходится всем вместе в одной комнатке. Брат Сапхии, Мохаммед, отставной офицер правительственных войск. Оставить службу пришлось после гибели третьего сына. Внуки теперь на нем. Старший сын был убит еще в январе 2013-го. Он служил в сирийской армии. У него остались две дочери. Спустя полгода убили второго моего сына, тоже солдата. И прошлой осенью боевики взяли в плен моего младшего сына. Долго пытали его, затем отпустили. И он умер у меня на руках. В ополчение идут даже 16-летние. Ежедневно в столкновениях с разрозненными группировками, которые наравне с Джабхат Анусрой хозяйничают в регионе, гибнут добровольцы. Пока сирийская армия не может прорвать окружение бандформирований. Поэтому вся надежда на российских переговорщиков. Несмотря на провокации и срывы договоренностей, мирный процесс в Сирии продолжается. Три полевых командира из окрестностей Зары уже заявили, что прекратят обстрелы и перейдут на сторону официального Дамаска. Дмитрий Зайцев, Вячеслав Архипов и Игорь Львов. Первый канал. Сирия.